В ближайшие полчаса вместе с нами финансист, член Президиума Совета по внешней обороне и политике Александр Лосев. Александр Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Сильное завершение непростого и финансового и экономическом плане года. Я говорю про итоги саммита Евразийского экономического союза, где были озвучены и достаточно ощутимые результаты работы. И планы построены тоже грандиозные, я считаю, для нашего сотрудничества. И было подписано знаковое важное соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном. Устраняются почти по всем товарным позициям таможенные пошлины. То есть торговля будет идти активнее, товарооборот будет расти. Ну и главное, сформированный, заработает в полную силу, я думаю, сформированный уже этот коридор логистический, транспортный, финансовый и торговый Север-Юг. Как считаете? Да, я думаю, что самое главное, конечно, в сотрудничестве Евразийского экономического союза с Ираном это тот самый международный транспортный коридор Север-Юг, который позволит нашим товарам, потокам инвестиций, финансов, ну и интернета, я думаю, обойти. Вот те самые узкие места, которые удерживает Запад, ну это, во-первых, проливы Босфорда-Дерденелла, не зависеть от Турции, не зависеть от воли стран НАТО, которые находятся в Средиземном море, не зависеть от Советского канала. Да, мы сейчас видим, какие большие проблемы возникли с транспортировкой грузов через Красное море и Советский канал, в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, там активностью йеменских уситов, и, соответственно, вывести из-под контроля огромное количество нашего трафика, из-под контроля стран НАТО, наших противников, и развивать сотрудничество с Южной Азией, ну и Западной Азией. Южная Азия – это Индия, Пакистан, Западная Азия – это Иран и Ближний Восток. Соответственно, это огромный регион, где много населения, где востребованы наши ресурсы, наша продукция, и поэтому для нас это, наверное, имеет большее значение, или такой же, как для Китая, экономический поезд шелкового пути, коридор Восток-Запад. Прокомментируйте, пожалуйста, предложение президента Казахстана, Такаева, провести волоконно-оптическую линию связи по маршруту Россия-Казахстан-Иран. Вот, по словам Такаева, это позволит создать альтернативный маршрут транзитного трафика на евразийском пространстве, усилит позиции Евразийского экономического союза по логистике, но, я так понимаю, еще это и ускорит финансовые операции, поскольку, ну, а, это быстрее, б, это защищено от разного взлома, то есть будет передаваться конфиденциальная информация без возможности перехвата недругими. Ну, да, действительно, 70% интернет-трафика мирового, ну, за заключением Китая, проходит через сервера в Северной Вирджинии, Соединенные Штаты все увидят, и для них вот эти глобальные сети это точка контроля за всем миром, и то, что они когда-то, вот, после 11 сентября, присащили себе сервера SWIFT, позволяло контролировать все пространство экономическое, информационное, мировое. Да, если мы прохладываем отдельные оптоволоконные кабели, если мы устраиваем отдельную информационно-финансовую систему собственную на базе вот тех систем, которые уже у нас сделаны, вот, СПФС, то, что делает Центральный банк, наша система передачи финансовых сообщений, там, может быть, какие-то платежные карты МИР, может быть, еще что-то, но главное, вот, интернет-трафик и информация, которая пойдет уже по каналам, недоступным нашим противникам, потому что в оптовое окно, ну, не так-то просто включиться и контролировать то, что там прямо проходит, поэтому это очень и очень важно, это, наверное, не менее важно, чем просто товарный коридор, потому что информация в наш век становится таким же источником для бизнеса, для жизни людей, как и перемещения товаров. Да, ну, еще о финансах, о деньгах. Глава ЦБ Ирана Форзин встретится с Эльвирой Набиулиной в Москве. Вместе с ним прилетят также руководители двух крупнейших иранских банков. Заявлено, что главной темой переговоров станет активизация сотрудничества финансово-банковской сферы и укрепление отношений между двумя регуляторами в рамках подписанного как раз 25 декабря соглашения о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом. Напомню, Ливера Схибзадовна уже приезжала в Иран в мае этого года. Тогда обсуждалось, что подписание соглашений в валютной и банковской сферах. Вот сейчас глава ЦБ Ирана прилетел. Подписывать это соглашение, на ваш взгляд, Александр Вячеславович, либо дорабатывают еще? Ну, возможно, уже подписывать, потому что, смотрите, и мы под санкциями, и Иран под санкциями. Соответственно, оборот торговли у нас растет, когда в соглашении только было заключено Иран с ИАЭС, там взаимный оборот был где-то 2,5 миллиарда долларов эквивалент. В прошлом году он уже превысил 6 миллиардов долларов эквивалент. В этом году он будет расти. Соответственно, если мы хотим, чтобы торговля шла, необходимо придумать, каким образом рассчитываться за эти товары. Как использовать национальную валюту, как использовать дружескую валюту, как использовать клиринги, зачеты и так далее. Поэтому, я думаю, что если уж мы восходим к такому серьезному построению международного транспортного коридора, то без подписания соглашения о слоповых линиях, о открытии корсчетов, здесь не обойдется. Поэтому, мне кажется, вот здесь уже все должно было быть проработано. А вот эти слоповые линии, корсчетов, это и есть то, что будет на практике означать соглашение в валютной и банковской сферах? Либо это будет шире, там больше расчетов в национальных валютах и так далее? Ну, я так понял, что пока все засекречено, точнее, нам не раскрывают эти детали. Просто, когда есть вот эти вот линии взаимные между центральными банками двух стран, то уже можно начинать торговать в национальных валютах, потому что будет возможность всегда занять недостающий объем валюты, если там сальдо платежного баланса смещается в ту или иную сторону. То есть, если Иран больше у нас купил, соответственно, ему нужно больше рублей, он эти рубли получит через эту слоповую линию. Если мы, соответственно, больше покупаем у Ирана, нам где-то надо взять эти иранские реалы. Их тоже необходимо куда-то задвинуть для того, чтобы произвести расчеты. Для этого как раз центральные банки устанавливают эти линии и банки устанавливают корреспондентские счета для того, чтобы можно было это делать. Мы не знаем, какие валюты еще будут задействованы. Может быть, там будут задействованы Дерхамы Эмиратские или Китайский Юань. Детали, я думаю, скоро узнаем. Но, тем не менее, если есть необходимость торговать с соседом, а у соседа и у нас одни и те же проблемы, значит, и решение должно быть все одинаково. Одинаковое решение. О рублях говорил в интервью к телеканалу «Россия-24». И министр финансов Антон Силуанов, Антон Германович назвал некоторые цифры, привел, что дефицит бюджета по итогам года составит полтора процента. И то, что налог, сбор налога на сверхприбыль превысил планы, составил 315 миллиардов, планировалось 300 миллиардов собрать. Ну и главное, что особо подчеркнул министр финансов, что все социальные обязательства в следующем и до 26-го года будут исполнены, даже если цены на нефть будут ниже 60 долларов за баррель. И сейчас на нефтяной сектор до сих пор приходится от всех доходов бюджета, отметил Силуанов. Насколько я помню, в бюджет на следующий год, по-моему, 70 долларов за баррель заложен, да? Да, примерно так. А нет, они, по-моему, 60 долларов учитывают. 60, да? Базовая, да, для того, пополнять вот ФНБ или не пополнять. То есть, и, скорее всего, цена на нефть окажется выше, это отметки намного выше, тем более, что, во-первых, сырьевой суперцикл никуда не делся, и дефицит нефти так быстро не восполнить. И то, что творится на Ближнем Востоке, тоже играет на руку нефтяным ценам, а игра спекулянтов, которые на лондонской бирже пытались цены на нефть в течение нескольких месяцев держать нефтой, она, похоже, уже заканчивается. Поэтому, ну, плюс, вот то, что говорил Антон Германович, не нефтегазовые доходы, то есть, а другие доходы экономики не связаны с нефтегазом, уже превышили 3 триллиона рублей. То есть, это очень серьезный такой вот выход на то, что наша экономика потихонечку перестает быть, ну, таким, такой сырьевой, и чем больше у нас будет все-таки внутреннего производства, чем сильнее будет наш внутренний рынок, тем больше доходов будут получать уже не от нефтегаза, и, соответственно, мы уже будем в меньшей степени зависеть от того, что происходит вне нашей страны, и больше зависит от того, как, ну, не то, что автарки, автарки в современном мире пока невозможно, но, по крайней мере, мы будем приближаться вот этой модели большого пространства, о которой многие говорят, эксперты, экономисты, как будущее для мировой экономики, которое распадется на эти большие пространства. Еще Антон Силуанов говорил о планах по приватизации, в частности, приватизации банков. В этом году у нас банковская сфера установила рекорд по прибыли за всю историю современной России. тем не менее, Антон Силуанов считает, что государство может снизить свою долю в некоторых кредитных организациях, где она превышает контрольный пакет. Это касается и всех стратегических компаний, сказал Антон Силуанов, и, значит, государство должно сохранить контроль над ними, но по возможности сделать их более рыночными, считает глава Минфина. Возможно, в текущих условиях контроль сохранить и рыночными сделать, на ваш взгляд? Ну, там очень простой принцип. Есть закон об акционерных обществах, и если крупный акционер контролирует 50% плюс 1 акция, у него уже контрольный пакет. То есть, этого достаточно. И, что говорит Минфин? Вот, допустим, у нас в 70% акций компаний принадлежат государству. И если доход на вот этих вот превышение 20% акций дивидендной больше, чем стоимость наших заимствований, то надо эти акции держать, и они будут приносить доход в бюджет. Если доход дивидендный, они приносят маленький, а у бюджета есть дефицит, и нам приходится выходить на рынок ОФЗ для того, чтобы занять деньги, и мы будем платить какую-то ставку там 11% в годовую 12% или сколько-то еще, то нам выгоднее продать, довести пакет до контрольного, сохранив контрольный, но для того, чтобы эти деньги работали уже в экономике. Для того, чтобы ну, как бы на рынке акций будет проще, там увеличится тот самый фрифлоут, то есть количество акций в обращении, бумага будет ликвиднее, интереснее торговаться, и, соответственно, Минфину не нужно будет занимать лишнее. Вот, в принципе, такая у них логика. Ну, еще Антон Силуанов отрекомендовал новый бизнес-автомобиль Lada Aura, он ему очень понравился, и Силуанов сказал, что первые пять таких машин должны поступить в Минфин в начале следующего года, и выразил Силуанов уверенность, что сотрудники Министерства финансов будут первые из всех министерств передвигаться на отечественных автомобилях бизнес-класса. В общем, госзаказ, я так понимаю, обеспечен. А вот немецких автопроизводителей ждет печальное будущее, так считает помощник президента России Максим Орешкин. Давал он интервью обновленному журналу «Эксперты» и сказал, что через 10 лет и Мерседес, и БМВ могут исчезнуть, им на смену придет китайский автопром. Вместе с тем он тоже как бы озаботился судьбой нашего автопрома, отметил, что уже сейчас рынок насыщен китайцами, но вместе с тем Орешкин сказал, мы не должны отходить от поддержки отечественных производителей поощрения тех иностранных компаний, которые локализуют производство у нас. Возвращаясь к уходу с рынка мирового Мерседеса и БМВ в течение 10 лет, Орешкин еще сказал, что Соединенные Штаты каннибализируют Европу, убивая ее промышленность, когда этот источник роста закончится, Штаты сконцентрируются на Азии. На кого указывает Максим Орешкин в Азии много стран, кто первый пойдет жертвой каннибализма США? Я думаю Япония и Южная Корея. Скорее всего Япония, потому что мы видим как конкуренция эпохи завершения глобализации заставляет страны того же самого гегемона грабить своих собственных союзников. И вот Европа это прекрасный пример как американцы используют их для того, чтобы получить производство жизненные силы а европейцам ничего не остается как просто убегать либо в Европу либо в Китай потому что другого варианта спасти свой бизнес здесь речь идет не о рабочих местах а именно о крупном бизнесе и о интересах акционеров может только там где есть дешевая энергия и где можно развернуть производство ну соответственно площадки дешевой энергии это Соединенные Штаты ну и Китай который получает энергию из Ближнего Востока и от нас плюс имеет собственность запасы а что касается автопрома то смотрите Китай ведь как дошел до нынешнего по сути чемпионства так же постепенно приобретая технологии западные переманивая производителей потом уже переманивая дизайнеров конструкторов инженеров да он полномерно шел к этому успеху но можно вспомнить судьбу шведского завода Вольво который был выкуплен в конце концов китайцев да но европейцы они теряют то что у них когда-то было и много европейских марок осталось в прошлом после второй мировой войны на все эти Леснер Левассор там и так далее только было шикарно французские автомобили а потом ну до оккупации Франции третьим рейхом куда все делось оно же не возродилось поэтому ничего не бывает навечно да и как сиг транзит Глория Мунди как говорили древние римляне слава земная проходит ну и забудем ну все останется конечно в истории и даже Мерседес Ильиник девушка дочка автодилера которая дала свое имя марки Мерседес она тоже останется в истории но Европе уже много чего осталось в истории но главное чтобы лада аура сделала свою историю успешную и пересели не только чиновники Минфина на эти замечательные машины название хорошее название очень хорошее еще один тезис из статьи с Максимом Орешкиным помощником Владимира Путина Орешкин сказал что идет постепенная деградация стран глобального севера и продолжение набора мощи странами востока и юга я вот почитал и подумал не слишком ли мы рано хороним глобальный север у которого все еще ресурсы финансовые и прочие рычаги присутствуют и достаточно серьезно влияют в том числе и на нашу экономику смотрите все решило на самом деле итог 2016 года именно тогда экономический вес Азии и Восточной Азии в основном превысил совокупный вес ВВП мирового ВВП Атлантики Соединенных Штатов и Евросоюза 2016 год прошло сейчас мы уже завершаем 23 на там 7 лет и уже не догнать Европе и Соединенным Штатам тот самый глобальный юг и Азию и всех остальных тем более что 80% американского ВВП это сфера услуг у них сервисная экономика поэтому все мир экономический вес переместился и теперь чтобы сдвинуть этот экономический вес обратно на берега Атлантики должна произойти либо катастрофа в глобальном юге но мы увидим наоборот что катастрофа больше происходит но хаос зажигает запад а глобальный юг пытается вместе с нами построить такое пространство антихаоса но пусть это не новый мировой порядок потому что пока еще у Соединенных Штатов и их союзников серьезные военно-политические рычаги да и финансы пока под их контролем но вот экономика уже не под их контролем поэтому все то есть мы живем в другую эпоху и по итогу это вот десятилетие оно считается таким неспокойным десятилетием десятилетием хаоса вот как раз мы и будем создавать новый мировой порядок вместе с глобальным югом ну и все институты которые в том числе в которых мы участвуем БРИКС и АЭС и расширение зоны свободной торговли это все будет идти на пользу вот этих процессов да и нам нужно будет еще дополнительные институты создавать похожие на те институты которые были созданы в Блицовской системе и Всемирный банк также был создан и МВФ и видимо ООН придется очень сильно реформировать потому что ну как бы нельзя чтобы ООН была просто какой-то частью типа Госдепартамента США и обслуживая их интересы и арбитражные суды должны быть у нас то есть там много-много предстоит чего сделать для того чтобы создать инструменты глобального управления которое контролируется именно странами БРИКС и миром независимого Запада есть еще у нас время и хотел попросить прокомментировать дать совет скорее нашим слушателям что делать с тем самым годовым бонусом о котором недавно говорила Эльвира Сахипзадовна давала свои советы и говорила что лучше всего размещать их годовые бонусы на депозиты действительно по оценке ЦБ максимальная ставка по рублевым вкладам во второй декаде декабря выросла до 14,52% ну 14,5% в среднем топ-10 банков дают такую доходность и вопрос такой что разные сроки вложения на 3 месяца на полгода на 7 месяцев редко кто дает на год все больше разговоров что уже весной скорее всего ближе к лету ставка ЦБ если все будет хорошо будет снижаться вместе с ней пойдут вниз и доходности по депозитам на ваш взгляд вот насколько действительно есть смысл вкладываться на 3 месяца на полгода либо на год под такой высокий процент заложить свои деньги и потом получить либо все зависит от курса рубля Нет, от курса рубля, скорее всего, уже мало чего зависит, потому что в долларах вы такую ставку здесь не получите, в юанях тоже, и имеет смысл просто на максимальный срок, максимально возможную под максимальную ставку, потому что действительно ключевая ставка начнет снижаться, и банки могут начать снижать проценты по депозитам, не дожидаясь даже снижения ключевой ставки, а просто услышав риторику от Центрального банка, как только будет ясно, что инфляция замедлилась, и может приступить к смягчению денежно-кредитной политики моментально, ставки по депозитам упадут, поэтому вот сейчас совет, это полгода по максимальной ставке, а то, что там пугает ростом доллара после выборов, скорее всего, ничего не будет, скорее всего, действие указа продлится, у продажи валютной выручки будут придуманы механизмы стабилизации валютного курса, и вот тот диапазон, в который мы входим в год, ну мы сейчас входим около 90 рублей за доллар, а консенсус 85-90, он может остаться на весь первый квартал, и может даже перейти на второй квартал следующего года. Ну я читал и другой коридор, 90-95, но действительно мы начинали год с 70 рублей за доллар, а заканчиваем 101, ну еще заканчиваем, еще торги идут. Не сместится ли вправо, что называется, ориентиры ожидания по валютному курсу? Ну смотрите, 14% годовых вам платят по депозиту банка, за полгода это у вас прирост 7%, даже если сейчас вот курс около 92, а будет 95, это 3%, все равно рублевый депозит в два раза выгоднее. Понятно, услышали ваши советы, спасибо большое, Александр Вячеславович.